Олег, вы! Куда? Последнее выступление, господа, за решающие слова военно-мостов и по поводу свободного общения. На самом деле, не расцепление, на случай, как не знает Олег Курпин. На самом деле, насчет расцепления Сергея Заглов много говорилось про партийные системы, на какие-то вещи. Я хотел бы вспомнить, что сказала не так давно, месяца три назад, дочь господина Кондарковского во время некого мероприятия, например, была приглашена по поводу писем господина Кондарковского заключения. По поводу всей политической ситуации эти слова не очень хорошо резюмируют. Она сказала, как жаль, что здесь так жаль, что моего бабы сейчас нет. Мне кажется, этим можно выразить чаяния в большинстве ответов. Спасибо. 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 Итак, сейчас, сейчас, сейчас пару слов по динамоту, и потом я решаю. так, друзья мои, очень физично стараюсь уложиться, но итак, прежде всего я хотел бы сказать, что про не для человека, это был ваш. это вы сказали, да, да, могут быть. Вы, возможно, ошиблись. Я не ошибся, я просто использовал ваш термин. Вообще, эта терминология не моя. Вот. Значит, теперь, я принял вашу терминологию. Значит, хотя она и не моя. Теперь, значит, в одном из выступлений здесь прозвучала мысль о том, что вот партия, убедившая в Венгрии, значит, она стремится к тому, чтобы что-то для себя выделить. Совершенно не так. Как раз та партия, которая сейчас по мажоритарной системе в Венгрии получила 60%, прекрасно понимает, насколько это ущербная система, и она стремится ввести пропорциональную систему, которая просто более объективна, на перспективу для страны. Вот о чем идет речь. Откуда это может быть сейчас известно? Ну, потому что это известно. Это гипотеза. Так это не гипотеза, потому что уже в сотнях случаев поставлены на какие-нибудь эксперименты. Я вам приводил в выплатки то же самое. И я прошу прощения, если вы пользуетесь риторическим приемом, что хорошего дала ваша многопартийная, пропорциональная система, я могу увернуть. А что хорошего дала ваша одномандатная система? Одномандатная система, между прочим, была в Советском Союзе. Я хочу вам сказать, что большевики, если вспоминать историю, они растоптали учредительное собрание, которое было избрано по пропорциональной системе, и где у них не было поэтому большинства. И тут же, нарушая собственные программные установки, ввели одномандатные округа. Вот о чем интересует. Понимаете? Поэтому давайте все-таки как-то учиться на собственной истории. Да? Теперь. Вот было высказано, что Россия это не Швеция, Россия это США, ей нужен централизм, нужна американская система. Так я хочу вам сказать, что мы уже попробовали эту систему в 90-е годы. Ведь то, что создавалось в 90-е годы, это очень похоже на Америку, где роль конкретного человека, участвующего в выборах, роль конкретного политика, слишком большая. Эту роль немножечко надо приструнить. С помощью каких инструментов? С помощью партии. Не согласен с тем, что 20 лет назад никто ничего не обсуждал, что будет после того, как пойдет коммунистический режим. Обсуждали. И обсуждали систему прямых выборов, начальника. И эта система прямых выборов, скопированная с Америки, привела нас к тому, к чему она нас привела. И давайте опять-таки хоть немножко проанализируем нашу историю за 20 лет. Я готов вам ответить? Да? Да. Разорвет. Но там существует разорвать не вам уже. Вот. И я просто хочу вам сказать, что я участвовал в прямых выборах губернатора. И я могу вам сказать, что по моим представлениям большинство кандидатов там были подставными, подставными лицами. И готов это доказывать просто не с времени, да? И это гораздо хуже для общества, чем соревнования устойчивого существующих политических парадок. Теперь. Было бы сказано с точки зрения, что у нас формат ГДР. Что у нас партии как в ГДР. Не совсем так. При всей, так сказать, ублюдочности той системы, в которой мы живем, понимаете, политические партии в ГДР не конкурировали между собой. Даже в том виде, как сейчас конкурирует Единая Россия и ЛДПР. Они прямо договаривались, вы получите столько мест, а вы столько. А у нас не договариваются? Нет. Значит, теперь самым главным моментом, о которых я хотел бы сказать. У нас болезненно-негативное отношение к власти. Это правда. Только это связано не с нашими национальными особенностями. В этом смысле русские, россияне, называйте как хотите, те люди, которые живут в нашей стране, граждане нашей страны, ничуть не хуже молдаван или украинцев. Понимаете? Только там почему-то ходят почти в два раза больше людей на выборы. Только там почему-то правительство можно поменять на выборы. Вы что думаете? В Молдавии прямо такой европейский менталитет? Ничего подобного. Ничего подобного. Значит, многое можно изменить при нашем поколении. Не надо ждать чего-то, что произойдет очень нескоро. Ну и последнее. Мысль о том, что партии нет, она отчасти правит. Весь вопрос, как создать такие условия, правовые условия, которые будут способствовать созданию партии. Вот давайте сквозь эту призму посмотрим на то, что мы делаем в стране. Если мы понимаем, что без конкуренции политических партий у нас не получится эффективного влияния общества на власть, не получится демократии, давайте тогда создавать такие механизмы, которые способствуют созданию партии. Это не прямые выборы губернатора. К сожалению. Они нужны? Нет. Значит, давайте выбирать через парламент. Через парламент. И это будет более эффективно. Значит, я могу вам сказать, и это не выборы по одномандатным округам. Я приведу вам один пример. Сегодня мы много говорили о Швеце. Ну, хотя бы потому, что она близка к нам географически. Так я хочу вам сказать. До 1905 года в Швеции не существовало развитой партийной системы. Во всяком случае, такова оценка очень известного французского политолога 50-х годов прошлого века Мариса Деверже, который целую книгу посвятил политическим партиям. Но в 1905 году или около того они ввели выборы по партийным спискам. И теперь Швеция страна, которая не представляет своей жизни без соревнований политических партий. То есть политические институты, механизмы, юридические нормы играют значение. Но это не значит, что мы должны сидеть на печи и ждать, когда за нас что-то сделают. В этом смысле я, господа, вам серьезно говорю. Те, кто хочет способствовать демократии, давайте сотрудничаем. Вот есть партия Яблова. Давайте вместе сотрудничаем. Мы открыты к этому сотруднику. Поэтому я, собственно говоря, здесь. Ну, наверное, с ДПНИ у нас не получится по идеологическим соображениям. Но со всеми остальными я такой проблемы не вижу. Поэтому я приглашаю вас к сотрудничеству. Да? К тому, чтобы вместе добиваться от создания вот этой конкурентной среды. Я думаю, что это в интересах нашей страны. Спасибо. 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 Спасибо.